Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я поделюсь своими впечатлениями о тональной основе Yves Saint Laurent Touche Eclat All Glow Foundation Само название говорит о том, что это основа, которая будет делать ваше лицо сияющим У меня уже был первый затест, который я засняла на видео И вот этого маленького пробничка мне хватило на 4 использования Использовала я эту основу в разных состояниях своей кожи И когда я нанесла ее сегодня, сейчас она у меня на лице То я обнаружила, что на моей коже оказывается есть шелушение, о которых я не знала Которое очень сильно подчеркнуло шелушение И здесь моя теория рухнула Потому что когда я первые разы использовала основу Я подумала, что она для сухой и нормальной кожи Но у сухой кожи часто бывают как раз шелушения То, что у меня кожа комбинированная, склонная к жирности У меня есть зона, где выражены поры Эти поры она подчеркивает очень сильно за счет своего сияющего эффекта И это сияние из маленькой поры Которая в обычных условиях незаметно создается кратер И она хороша только на расстоянии Потому что она делает очень красивое такое лицо Красивую, здоровую кожу, но на расстоянии То есть для какой-то съемки не приближенной, явно не макро Возможно, да Несмотря на то, что основа дает достаточно легкое покрытие Сильные покраснения она не перекрывает Но на лице она ощущается Чувствуется, что в ней есть какие-то силиконы Потому что достаточно плотные И это несоизмеримо с тем, что я чувствую огромное количество основы Хотя я немного ее нанесла на кожу С тем, как она перекрывает То есть ощущения и внешний вид, они не совпадают в данном случае И я понимаю, что эту основу оценит обладательницы сухой и нормальной кожи У меня кожа комбинированная И мне немножко хочется большей легкости Хотя достаточно красиво смотрится Такое сияние есть И когда я наносила кистью основу То она ложилась хуже и больше подчеркивала поры На второй части вы заметили, что я наносила пальцами основу И она распределяется так намного лучше Намного лучше смотрится И не подчеркивает так какие-то поры, какие-то изъяны Поэтому вот либо пальцами, либо еще попробовать можно спонжем Но у меня есть еще второе замечание к этой основе Она дает легкое покрытие Она не перекрывает сильное воспаление, покраснение Плюс подчеркивает шелушение и поры Со стороны мне нравится, как кожа сияет Как она смотрится Но только издалека Поэтому если у вас нормальная кожа Нет шелушений, нет пор Вам она понравится, потому что она дает такой сияющий эффект Очень красивый, очень холеный А вот если у вас кожа с особенностями То пожалуй не стоит ее покупать Вот такой мой вывод И я очень рада, что у меня был промник Я могла несколько дней в разных ситуациях потестировать И понять, что это не мой вариант Потому что если бы я стестила на руке в магазине Либо на каком-то участке кожи Мне бы она понравилась, я бы ее купила Потому что если пробовать на руке, это супер красиво На этом, пожалуй, все Что касается этой основы Если среди зрителей, те, кому это снова нравится, напишите Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому